Мои хорошие, вы просто сильно были ранены. И до сих пор эта рана сейчас в сердце осталась, она очень глубокая. И знайте, что рана залечивается от глубоких отношений с чистотой. Простить означает залечить рану. То есть, если говорить о прощении просто с точки зрения философии, вы уже тысячу раз простили. Вы как бы все поняли уже, поэтому с этой точки зрения вы уже простили много раз. Но если говорить о спокойствии в вашем сердце, чего вы хотите, чтобы сердце бальзамом наполнилось, это возможно только в одном случае. Потому что Бог на эту ситуацию, которая была, имел свои планы. Только эта ситуация может вас приблизить к нему на капельку в вашей жизни, чтобы ваша жизнь была успешной. Поэтому Господь не даст мне сейчас вам помочь убрать эту боль из вашего сердца, пока вы к нему не приблизитесь. Но как только вы почувствуете Бога лучше, вы почувствуете также и свободу в своем сердце. Вот это чистая глупость человеческая. Понимаете, люди думают, что надо мучить до последнего друг друга, потом разошлись, как море кораблей. Понимаете, это бред полный так жить. Вот если видишь, человек наглеет, он как бы пьянки-гулянки, измены. Живи отдельно, молись за него. Зачем тебе мучиться рядом с ним, если он не хочет жить правильно? И ты тогда его совесть сразу вызовешь к ответу. Как только ты живешь отдельно, у него просыпается совесть, он сразу тебя пытается вернуть, он начинает исправляться, он становится лучше. Ваша ошибка заключается в том, что вы терпите, а терпеть ничего не надо. Чувствуете невыносимо? Живите отдельно. Кто вас запрещает? Каждый мужчина это должен знать. Мужчина, вот слушайте, допустим, вы сделали плохой поступок. Женщина говорит, я тебя простила. Все стало хорошо. Знайте, что она обязательно тебя начнет жрать через какое-то время. Дай ей возможность себя поесть немножко. За этот поступок. То есть она простила, перетерпела. У женщины из памяти ничего не уходит. Оно все там остается. И ей надо погрызть мужика немножко, для того, чтобы стало легче. Поэтому надо просто дать возможность себя погрызть. Грызите спокойно, не волнуйтесь, все нормально. Погрызете его немножко, и станет легче, и все. Вы ему скажите, только предупредите, что я тебя еще буду грызть какое-то время. Меня жена всегда предупреждает. Я поэтому терплю просто нормально. А что делать? Грызет и грызет, но что делать? Природа такая у женщины. У нее психика очень крепкая. Она не может ничего из себя вырвать. Если обиделась, она ничего не может сделать. Поэтому простила мужа. Но надо подойти кулачками по груди постучать все равно. Иначе тяжело будет жить. Постучали, легче стало все.